Как-то раз Катя рассказала мне о котенке, как две капли воды, похожего на нашего Мишку. Котенок жил под балконом соседнего дома и был обычным уличным бродягой. Местные жители организовали новому соседу картонный домик, регулярно его подкармливали. Катя говорила мне о нем каждый день. Она стабильно с вечера готовила пару патчек корма для уличного малыша и носила с собой в сумке баночку, в которой отсыпала сухой корм наших котов. Вскоре он к ней привык и даже стал встречать ее с работы. Терся об ноги, подставлял голову, чтобы Катя его погладила. И всячески показывал радость встречи. Животное понимало, что этот человек примерно в одно и то же время дает ему ласку, а также помогает не умереть с голоду на холодной улице. Как же он похож на нашего Мишку, повторяла мне Катя изо дня в день. Он такой же ласковый, такой же дружелюбный и безобидный. Если бы у нас никого не было, я бы его забрала. Если вы помните, на единственном балконе мы уже лечили одного котенка, которого нашли с псом в траве. Чуть позже нам подбросили еще одного котенка и забирать с третьего нам уже ну вообще некуда было. При всем желании. Кот зимовал на улице. Он пережил страшные морозы. И что самое удивительное, он никогда не прятался в подвале. Сидел в своем домике или лежал сверху на нем. На улице минус 20, сопли в носу замерзают, а коту пофигу. Сидит на своем домике и провожает взглядом проходящих мимо него кожаных сосулек. Вот такой горячий парень. И все бы ничего, но чуть позже произошло то, чему у меня нет объяснения. Сначала кот пропал. Катя говорила, что ходила звала его, но он не приходит. Оставляла еду на том же месте, а по возвращению обратно с работы еда таки лежала нетронутая. Мы даже в какой-то момент подумали, а вдруг его кто-то приютил. Какой-нибудь добрый дедушка пожалел ласкового ручного котенка и забрал его жить к себе домой. А мы тут сидим переживаем. Но и в то же время проскакивала и обратная мысль, что вдруг с ним что-то случилось. Где-то через неделю кот появился, но стал совсем другим. Из безумно ласкового подростка он превратился в запуганного дикого зверя. Раньше он сам бежал кать, мурлыкал, давал себя гладить. А теперь глаза напуганные, к себе не подпускает, прячется. Перестал есть, исхудал, стал есть какой-то больной и все время спал на земле в кустах. Мы даже не представляем, что могло с ним произойти за эту неделю. К тому времени всех своих подопечных мы развезли по их новым домам и как бы появилось местечко для передержки этого парня. Катя наблюдала за ним и ей очень не нравилось его нездоровое состояние. Уже который день он ничего не ест и не пьет воду. С ним что-то случилось, давай поможем ему. Он же так и сдохнет в этих кустах. И тогда мы снова решили взять ответственность в свои руки, попытаться вылечить и найти коту добросовестного хозяина. С этого момента начинается новая история, поэтому как всегда очень важно, чтобы вы досмотрели это видео до конца и обязательно помогли его распространить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Запихивание в переноску коту явно не понравилось. Думаю, что это первая переноска в жизни нашего нового героя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кот даже не слабо так взбодрился от происходящего. Лежал себе спокойно в кустиках, никого не трогал. Вдруг приходят какие-то великаны и запихивают меня в клетку. Даже удостоверение никакое не показали. Ну что за беспредел средь бела дня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он смотрел по сторонам и ругался, требуя немедленного освобождения. Его шерсть была жесткая и неприятная на ощупь. Из-за уличной грязи, плохого образа жизни и не совсем здорового питания. Носик испачкан, в уголках глаз гнойные корочки, а в шерсти стая блох и другой гадости. Но ничего, мы его обязательно отмоем и приведем в порядок. Только позже. Сейчас покажем тебя врачу. Все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Сейчас первым делом везем его на прием к врачу. Нужно обязательно осмотреть бедолагу, просветить его тело на наличие ушибов и переломов, а также просветить на лишай и сделать ему несколько укольчиков. В клинике кот сидел спокойно и настороженно наблюдал за любыми нашими движениями. Мордашка нахмурена, взгляд сердитый и недовольный. Просто он пока еще не понимает, что сегодня ему улыбнулась удача. И все происходящее с ним – это первая страница новой жизни. Он заболел. Уличный котик. Я его подкармливала с осени. Перестал кушать. Молодой, еще где-то годик ему. Ну, стоматит присутствует, он все покрасненно. Что-то не кушает, но так вот и ну незаметно было. Мы рассказали доктору, что кот вырос на улице. Всегда был ласковым и активным. А сейчас приболел и перестал кушать. Ольга Васильевна осмотрела пациента и не нащупала ничего подозрительного. Кот цел, и это не может не радовать. 38-1, ну нормально вон. И поднимается в таком вот плане. Я думаю, спонопрежит. Температура тоже в норме. Вот только изо рта у него ужасный запах. Доктор сказала, что там, скорее всего, воспаление, которое может создавать массу проблем. Эта фигня очень часто встречается у бездомных животных. И если вовремя не начать лечить этот недуг, то вскоре животное погибает от голода. Просто потому, что не может больше принимать пищу. Поэтому даже вполне целый кот с виду может иметь скрытые смертельные проблемы внутри. К нашему огромному счастью, просвет шерсти специальной лампой тоже ничего плохого не показал. Слушайте, я думаю, что у него проблема просто в рту. У него запах там на самом деле. Ну, мы тоже. Он мягкий стал. Уже как вы с этим сталкиваетесь? Вот кажется, да? Потому что у всех недостаточных витамина. Будем лечить. Он еще не пьет, он, наверное, свое обезвоживание. Ну, можно подкапать его, кстати. Ольга Васильевна сделала коту несколько укольчиков и поставила капельницу. Поскольку кот долгое время ничего не ел, его нужно обязательно покормить. А раз уж самостоятельно кушать он отказывается, значит, за него это сделает капельница. А пока мы получаем полезные витаминчики, хочу напомнить подписаться на канал всем, кто этого еще не сделал. Я уверен, что мы с вами еще ни одной живой душе жизнь спасем. Поэтому, кто любит животных, жмите на кнопку подписаться и вступайте в нашу команду. А также не забывайте чаще заходить на наш канал и смотреть новые выпуски. Минут 10 мы пролежали под капельницей. Немного подкрепились, получили все необходимые пилюльки и отправились домой лечиться. Сейчас нам предстоит долгая и уже довольно привычная работа над лечением котика. Еще неизвестно, будет ли уличный кот ходить в лоток и как будет вести себя в закрытом помещении, ведь он с рождения привык к улице и свободе. Придется перестраиваться, но главное, что все это только на пользу ему самому. Дома нас встречала наша пушистая банда. Но помните, что общаться с больным котом им нельзя. Поэтому мы сразу же унесли нашего нового пациента и стали готовить ему больничную палату. Мишка, он такой же, как ты. Братан, ну как ты? Коту показали лоток, но он сейчас вообще не понимает, где находится, что с ним происходит и нафига его вообще трогали. Ну, давай, давай, братишка, сходи в лоточек, порадуй нас. Ладно, давайте успокоим. Он пока еще и в стрессе. Мы сейчас его покормим, а у него нормально все будет. Не будет наракушить? Будет. Я никогда не был дома. Он всю жизнь прожил на улице. Затем из переноски сделали ему домик. Наложили внутрь много мягких теплых тряпок и накрыли всю эту хижину большой теплой шубой. А также наполнили кипятком грелку, укутали ее в шарфы и запихнули внутрь. Грелка будет служить батареей, которая обогревает новый кошачий особняк. Получился такой шикарный дом, что я и сам бы не против пожить там. Я постоянно вот котикам сделаю домик, потом сам хочу стать котиком, чтобы там спать. Ну, так доставай котика. Посмотри, как там здорово. Шикардос, мягенько, тепленько. Сам бы спал. Любопытно, как на него отреагирует сам хозяин. Но сперва его нужно покормить. Дружок, погнали. Кот спрятался в старом домике и сидел с закрытыми глазами, опустив голову. А вы заметили, что всех наших подопечных клонит на сон, когда они оказываются в тепле, особенно после капельниц и укольчиков? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Битюк, у него ухо. Кс-кс-кс-кс-кс. Мишкин паштет. Ты ж почти Мишка. А че он такой здоровый? Где лапы с этой? Как будто у него бицуха такая здоровая. Мягкая. Я не понимаю, оно мягкое? Это просто шкура. А с этой стороны не так. Вот он как будто скукоженный и кожа вся как у шарпея. Давай, солнышко, немножко, немножко показать. Что-то я... Замурлыкал. Возьми чуть-чуть и подними его. Ничего больше нет. Вот надутость какая-то есть, но она мягкая. Как будто это жир какой-то. В курятина. Ну, так почему с этой стороны? Чуть позже мы поняли, что эта надутость образовалась от капельницы. В этом месте скопилась жидкость, и вскоре она рассосется по всему телу. Мы решили еще раз посадить котика в лоток, ведь он уже довольно долго не ходил в туалет. К тому же после капельницы лишняя жидкость по Любасу должна попроситься на выход. Но что-то котик не спешил делать свои дела. Чтобы не смущать парня, мы вышли за дверь и стали наблюдать за его поведением. Все, вышли, закрыли дверь. И пусть он там пока один разберется, что он, где он, понюхает, походит. Он же пока не следовал комнату, ему все будет чужое, ему все будет страшно. Пусть он сейчас, хотя бы это, как робот-пылесос изучит помещение. Кот пока не понимает, где он и что с ним происходит. Все предметы и запахи ему кажутся незнакомыми. Он немного поел, и сейчас лучше всего оставить кота в полном одиночестве. Пусть он как следует выспится, наберется сил, а потом мы с ним будем знакомиться. В кустах? Вот это плохо. Давай покажем ему, где его место. Ну, как он сидит в этих кустах, пустя. Направь его в нужное русло. Покажи ему там тепленько, там грелочка. Иди, иди, ты же в домике спишь своим картонным. Тепленько там. Отлично. Ложись. Ложись и не бонись. Я тебя чуть-чуть поснимаю. Не переживай. Я тебя снимаю, чтобы тебе хозяина найти. Я тебя покажу на своем канале. На тебя посмотрят люди. Кто-нибудь тебя заберет. И не будешь ты больше спать на этих люках. И не будешь ты больше прятаться в кустах. И на остановке сидеть. И на остановке сидеть. Для тебя начнется нормальная жизнь. Тепленько тебе там. Нормально, братан, да? Я тебя поглажу. Разрешаешь? Спасибо. Я тебя поглажу. Подружимся с тобой. Подружимся с тобой. Найдем тебе хозяина. Не бойся, мой маленький. Не бойся, мой хороший. Ой, трактор. Мурлыкает, мой маленький. Тут у него еда немножко осталась. Здесь вода. Сейчас сюда Катя сухой корм насыпет. Здесь лоточек. Вот так. И дай я покажу. И вот еще небольшой такой лайфхак. Чтобы кота приучить к лотку, мы немножко рассыпаем вот здесь корм. Животное не станет ходить в туалет там, где еда. Здесь немножко положим. Не надо много. Ну, можно и много. Дать понюхать? Сейчас дадим. Будешь нюхать? Ой. Будешь кушать такое? Одну уронил. Отряд не заметил потери бойца. Только не возле лотка. Вот тут можно чуть-чуть. Ну, так, чисто для запаха. Сюда можно, в углы можно накидать. Ему будет пахнуть едой, и он уже здесь ничего, свои дела свои делать не будет. Ну, тут понятно. Ну, что ж. Оставляем его. Попозже придем навестим. Кот пока отдыхает, привыкает. Все, пошли. Еда есть, вода есть. Еще есть. Ходи в лоточек, братан. Я тебя прошу. Ближе к ночи перед сном мы заглянули к нему. Но он настолько крепко спал, что даже не поднял голову. Это хорошо. Сейчас это как раз то, что нужно. Следующим утром уже как следует выспанный котик ждал нас около входа на балкон. Но он все еще побаивался нас. Поэтому тут же умотал в свой домик и там спрятался. Привет. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Покушал. В туалет пока не ходил. Но это, мне кажется, временно. Кс-кс-кс. По его поведению было видно, что кот вроде как и доверяет нам, но еще пока опасается. На предложение подружиться кот осторожно вышел, понюхал мою руку и затем снова вернулся в укрытие. Сейчас наша задача чаще гладить кота, разговаривать с ним спокойным тоном и, как и в истории с Рыжиком из подъезда, приучать его к ласке. Давай дружить. Катька про тебя рассказывала много. Какой ты ласковый. До болезни был. Но кроме этого была еще одна проблема. Кот около суток уже не ходит в лоток. Учитывая то, сколько в него вчера было влито жидкости, он уже должен хотеть не по-детски. Мы снова оставили кота одного и стали наблюдать за дверью. Кот начал вести себя подозрительно. Куда-то лезет, что-то нюхает, будто выбирает себе грядку, чтобы ее хорошенько полить. Вот только поливать он собрался что угодно, но только не предназначенный для этого лоток. Похоже, происходит все так, как мы и предполагали. Не бойся, не бойся. Не бойся, хвостик дрожит. Давай сюда. Давай, сядись. И тогда мы решили насыпать в лоток немного земли для запаха. Это, кстати, еще один небольшой лайфхак, если кто не знал. Ведь кот целый год жил на улице и, соответственно, привык ходить в туалет по старинке, в земельку. А все эти новомодные ультрасовременные наполнители для него штуки незнакомые. Вот, подними вот этот верхний, я же специально заткнул, потому что там земля. И возьми оттуда, да, рассыпь по всему этому. Мы кому-то уже так делали вроде, да? Не бойся. О, за кошок. На комму? Да? Ну и, разумеется, это сработало. Почуя в запах привычной земли, он тут же начал копать себе ямку и готовиться к облегчению. Видно, терпел он очень долго. Все, он теперь пометил это место, он теперь должен знать, что здесь туалет. Ладно, маленький котенок, но животное год ходило в землю, а тут ему какой-то наполнитель. Он не знает, что это. Все, он уже приучился к земле. Мы сейчас еще добавим. Три часа спустя. Три дня спустя. Вот это да. Молодец. Молодец, умничка, умничка. Такую лужу надундел. В дом побежал. Насыпь еще вот тут вот повсюду. Он написал как норм, да? Гора. Да, рассыпай. Много не надо, то вымажет все этой землей. Он уже все, он уже понял, запах есть земли. Успокоился. И мы успокоились, что ты сходил в лоточек. Чего ты боишься? Кот еще с осторожностью. И все, отдыхай потом. Сейчас будет спать. Вечером Катя сделала ему обязательный укольчик. Все следующие дни мы откармливали нашего главного героя и приучали к рукам. Я еще много интересного буду рассказывать про этого котика в следующих выпусках. А сейчас мы с вами должны сделать все возможное, чтобы позаботиться о его счастливом будущем. Досмотрите, пожалуйста, до конца и сделайте все, что я скажу. Это важно. Кот родился и просуществовал год на улице. Он испытал на своей шкуре и 35-градусную жару, и сильнейшие морозы и хороших и плохих людей. С самого рождения он был никому не нужен, но наверняка хотел бы стать чем-то любимцем. И нам очень хочется, чтобы очередная живая душа обрела свой дом. Оставить себе этого красавца мы не можем, но мы должны найти ему добрые руки. Очень красивый, игривый и приучен к лотку. Любит спать в прохладных местах, кушает немного, любит как обычный корм в пачках, так и сухой. А еще обожает играть с игрушками и воевать со своим отражением в зеркале. Если у вас уже есть кот или кошка, он станет прекрасным другом. Если вам понравился этот красавец, если вы добросовестный человек и хотите его приютить, пожалуйста, напишите нам как можно скорее. Все ссылки для связи я оставил в описании к этому ролику. Мы лично привезем кота прямо к вам домой в любую точку Беларуси. А кто не может забрать, но также хочет нам помочь, помогите, пожалуйста, как можно сильнее распространить это видео. Обязательно отправляйте его друзьям. Расскажите о котике у себя в соцсетях, оставив ссылку на это видео. Ну и обязательно распространяйте это видео везде, где только можно. Давайте соберем 30 тысяч лайков и я выпущу влог 24 часа с этим котиком. Возьмем котейку и отправимся в отпуск на все выходные. Это будет сочный выпуск. Ну и, конечно же, не забудьте проверить, подписаны ли вы на наш канал. Давайте сделаем все возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!